Засуха и девицит поливной воды. Сказались на урожай зерновых в Казахстане. Посевы погибли на 180 тысяч гектаров полей. В основном убытки понесли фермеры Павлодарской области. Состояние свыше 1 миллиона гектаров посев Минсельхоз оценивает как плохое, а это свыше 7,5 процентов зернового клина страны. Из-за недостаточного поступления воды из Кыргызстана пострадал урожай сахарной свеклы в Жамбылской области. Ведутся работы по объявлению ЧАЭС регионального масштаба, отчитался глава Минсельхоза Ербол Карашукеев на заседании Кабмина. Фермерам выплатят субсидии и продлят сроки выплаты кредитов. В целом сегодня на полях страны средняя урожайность пшеницы составила 11,5 центнеров с гектара. Успели убрать порядка 14 процентов урожая. По итогам участия выставки «Экспо Китай Евразия. Товары и торговля» 2023 года, группа представителей Кыргызстана стала обладательницей награды «Лучшая делегация». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции страны. В Минэкономике отмечают, что в рамках выставки предприятия Кыргызстана добились важных результатов в сфере международной торговли. Успешно заключены контракты и соглашения на экспорт товаров, включая мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, а также натуральный мед. Наиболее значимыми достижениями являются контракты на экспорт натурального меда на общую сумму более 500 миллионов сом, рыбы и рыбной продукции на объем в 200 тысяч тонн и мясо в объеме 100 тысяч тонн. Министерство образования приняло постановление, в котором вносятся изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь об оплате труда работников образования. Согласно документу, с 1 сентября 2023 года увеличен размер надбавки за работу в отрасли учителям на 15% от оклада. Финансовые районы Лондона в значительной степени определяют судьбу экономики Великобритании. Ожидалось, что после Брексита произойдет отток рабочей силы. Однако самые пессимистичные прогнозы о сокращении более 250 тысяч рабочих мест в сфере финансовых услуг Великобритании не оправдались. По последним данным, число переехавших сотрудников составило около 7 тысяч человек. При этом, по мнению экспертов, европейские города стали более конкурентоспособными по сравнению с Лондоном в таких областях, как банковские инвестиции. Нехватка водных ресурсов отмечена в Болгарии. Дефицит составляет больше кубического километра. Это один из худших показателей в регионе. Нынешний кризис вызван использованием питьевой воды промышленности, а также проблемами со строительством плотин. А во Франции ограничили использование воды из-за рисков засухи. Меры касаются полива газонов на спортивных площадках, заполнения бассейнов и мытья автомобилей. Повышение уровня моря представляет угрозу для Мальты, где в течение следующих 80 лет запасы грунтовых вод сократятся на 16%. Спрос на пресную воду в мире еще никогда не был таким высоким. По данным Национального географического общества, в быту, сельском хозяйстве и промышленности используется больше воды, чем 100 лет назад. Она хоть и является возобновляемым ресурсом, тем не менее более трети жителей Земли живет в зонах, где спрос на воду превышает ее возобновляемые запасы как минимум один месяц в году. А уже через два года этот показатель, по прогнозам ООН, может вырасти до 50%. Кризис усугубляется на фоне быстрого развития городов и неэффективного управления водными ресурсами. Кроме того, из-за глобального потепления высушивается почва, а осадки все чаще выпадают в виде ливней, которые земля не в состоянии впитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...